Всех рад приветствовать в этом прекрасном зале. Огромная благодарность Михаилу Юрьевичу Лермонтову за то, что у нас есть такая возможность приветствовать наших слушателей и выпускников в этом чудесном месте, наполненном божественными музами, прекрасной энергией и, я думаю, какими-то исконными, сакральными смыслами. Я попрошу всех встать. Мы, как правило, в начале нашего мероприятия включаем гимн России. КОНЕЦ КОНЕЦ Друзья, вас всех очень рад видеть. Мы начинали этот проект два года назад. Вы все у нас учились. Не все, что мы вам говорили, было усвоено. Не поверили вы нам от слова совсем. Когда 18 января 2020 года мы вам показывали большую волну и говорили, что сейчас все будет распадаться в пыль, вы нам не поверили. Когда в феврале месяце первого потока Андрей Петрович Девятов говорил, что блокчейн, блокчейн и траст, блокчейн стоил тогда, биткоин стоил 4 тысячи. Потом он стоил 60 тысяч. Вы нам не поверили. Никто не вложился. А когда мы с Михаилом Леонидовичем говорили, что будет левый поворот, и вы нам тоже не верили. И вот сегодня он наступил. Я хочу сказать, чтобы вы поняли те события, которые произошли. Да, идет специальная военная операция, но закончился тот мир, который был 30 лет назад. Дело в том, что вот эти все эффективные менеджеры, которые занимались скупкой предприятий, выделением из них эффективной части, пусканием под нож всей остальной части, выводом этих предприятий на IPO, на ICO, их бизнес кончился. Они остались без работы. Никаких бирж больше нет. Никакого международного законодательства больше нет. Никакой эффективности экономики больше нет. Все. Прошлый мир закончился. И возврата к нему не будет. Будут нужны люди, которые умеют организовать других людей. Смогут накормить, как мы говорили с Михаилом Леонидовичем, кто может дать булочку с маслом. И вот эти все знания, которые вы получили, они, в общем-то, вот сейчас должны быть применены. Потому что вы получили возможность организовать экономику без денег. Вы узнали, как это можно делать вот в этих условиях, трудных условиях. Все другие этого не знают. А вы знаете. Наступило ваше время. Я очень рад вас видеть, что вас так много. И мы сегодня выпускаем новый поток. Я хочу дать слово Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Я попрошу впредь за фамилией, именем и отчеством называть кавалеру ордена. Кавалеру ордена правды. Вы знаете, было такое понятие кавалерствующий орден. Кавалерствующие дамы. То есть те, кто имели награду. Вот я считаю, что все, кто собирались здесь, в сладьбе Середнякова, где проходили хотя бы небольшое количество занятий, они уже причислены к этому ордену. Потому что то место, где мы с вами находимся, это место овеяно откровениями наших великих предшественников. Михаил Юрьевич Лермонтов, который здесь 14 лет написал пророчество «Настанет год России, черный год, когда царе и корона упадет». 14 лет вот на этом месте, где вы сегодня сидите. В 15 лет он написал свое совершенно невероятно пророческое стихотворение, которое касается нашего времени. Оно называется «Мой дом». «Есть чувство правды в сердце человека, святое в вечности зерно». И многие думали, что это, ну вот об этом доме он писал, потому что дом действительно такой. Но когда читаешь глубже его стихотворение, то понимаешь, что в стихотворении написано, что всемогущий создал этот мир для того, чтобы в сердце человека оказалось чувство правды. И человек, хранитель этого чувства правды, которое, к сожалению, мы видим в последние годы, десятилетия, оказалось в сонном состоянии. И когда на боевых машинах появилась буковка «Ви», а Минобороны расшифровали, что это сила в правде, это символ нашей с вами школы, то мы поняли, что это чувство начало просыпаться. И это то чувство, которое без каких-либо альтернативных рассуждений объединяет наш народ, объединяет нашу молодежь, заставляет просыпаться в молодежи это самое чувство гордости за самого себя. И мы понимаем, что мир теперь будет другим. Но не просто другим, а мир, который будет жить этим самым чувством правды. И мы теперь понимаем, что мы не дадим обмануть ни себя, ни своих детей, ни своих внуков от того, чтобы нас увели в какие-то новые догматы, новые партийные программы, манифесты. Главный манифест, главная мера, она в нашем сердце. И по-разному называют это и совесть, но главное назвал святейший патриарх. Это божественная правда. Божественная правда, которая правит миром, но если человек не готов следовать этой правде, то происходят вот эти вот нестроения, которые на Украине мы сегодня наблюдаем. И мы понимаем, что причиной, главной причиной, было целенаправленное разрушение этого чувства правды, разрушение генотипа, попытка разрушения генотипа. Но удалось изменить архетип украинского народа. Но генотип остался. И если прозвучит камертон достаточно громко, все произойдет мгновенно. Это не какие-то длинные периоды времени. Но завершить свое приветственное слово я хочу еще одним стихотворением Лермонтова, которое на нас, на всех накладывает невероятную ответственность. Ответственность за нас самих. И это стихотворение называется «Пророк». Это одно из последних его стихотворений. И прошу вас попытаться проникнуть в каждую фразу. С тех пор, как вечный судья, мне дал всеведение пророка. В глазах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды светлые учения. Меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу. Из городов бежал я нищий. И вот в пустыне я живу, как птица, даром божьей пищи. Завет предвечного храня. Мне тварь покорна тут земная. И звезды слушают меня, лучами весело играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкой или с самолюбивой. Смотрите, вот пример для вас. Он горд был, не ужился с нами. Глупец хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите ж люди на него, как он угрюм и худ и бледен. Смотрите, как он наг и беден. Как презирают все его. У Лермонтова нет продолжения этого тихотворения. Но люди, видящие, говорят о том, что продолжение в его «выхожу один я на дорогу». То есть вот это одиночество, один между небом и землей, это то самое, что переживает каждый человек, пока он не вступает в это пространство чувства правды, которое объединяет нас всех на этой земле. И школа, которая здесь собралась, и которая вот третий раз собирается в таком составе, а до этого уже 15 лет мы здесь чаяли собрание вас в таком виде, в виде того, что ваши сердца соединятся. И это главная сила, которая может быть на этой земле собрана. Поэтому я вас всех поздравляю с причислением к составу людей, способных своим чувствам правды, участвовать в построении образа будущего. И желаю нам радости, успехов и мирного неба. Наконец, мирного неба, которое, к сожалению, тоже Лермонтов об этом сказал совершенно с болью. И жалкий человек, и с болью тайной и сердечной. Я думал, жалкий человек, чего он хочет. Небо ясно, под небом места хватит всем, но беспрерывно и напрасно один воюет он. Зачем? Вот ответить на вопрос, зачем, в нашей школе мы все с вами и собрались. Я поздравляю наставников, самое главное, и с гордостью ношу на груди этот орден. Спасибо. За приобщение к этому миру, в котором мы с вами чувствуем себя человеком, вычеловеченным. За то, что Коренея всегда в этом мире жила, именно в этом месте уже много-много лет. Я вообще считаю, что у школы должно появиться новое направление. Это поэтическое, когда школа пророков. Школа пророков, когда каждый человек через поэзию становится приближен к тайнам небесным. Но начинать движение к этим тайнам нужно с вот этого инструмента. Коренея, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Но для меня огромное счастье. И с вами со всеми взаимодействовать. Огромное счастье. Я всегда об этом мечтала и говорила, что это ободливая корова, которой бог-рок не дает и нет возможности поделиться тем, что остается в отвале деятельности политолога, востребованного даже, извините. Вот мне Михаил Юрьевич сегодня сказал, что в последнее время видит меня только по телевизору. Но вот то, что у меня остается как бы за кадром, не касающееся этой текучки, этой актуальной политики, и то, что я... Спасибо вам огромное за то, что удается это выразить здесь. Потому что проговаривая это, я больше понимаю сама. Спасибо. Спасибо. Среди нас прибавляются люди вооруженные и очень опасные. Газенко, Владимир, я вас... Роман. Роман, да. Владимир, прошу... Как это... Прошу принять оружие правды. Друзья, ну мне как все-таки бывшему боевому офицеру это особенно приятно. Я хотел дополнить... Прости уж, пожалуйста, Дмитрий Владимирович. Не могу не отреагировать. Верить и врать слова однокоренные. Как можно все-таки ощутить истину. Да через логику. Кстати, логика и ложь тоже однокоренные слова. Хорошая логика не требует хорошей памяти. Потому что она создает маршруты логические. И когда уважаемый Дмитрий Владимирович говорил о том, что не поверили, видимо, не хватило логики. Не хватило опор на знания. Сейчас происходит по целому ряду признаков. Действительно, даже не крушение, а уже обрушение декорации. Действующие системы, модели. Даже не десятилетние, не столетние. Мало кто обратил внимание, что буквально несколько месяцев тому назад ведущие корпорации из индекса Доу-Джонса, это, собственно, система, в которой меряется общая температура по психбольнице под названием «Мировая экономика», они как-то случайно, консолидированно сделали заявление о том, что дипломы вузов классических, начиная с Гарварда и так далее, они больше не будут приниматься во внимание для соискателей должностей на высшие топ-менеджерские посты в компаниях. Понять, что это тектоническая встряска или извержение везуевия, ну, это ничего не сказать. Фактически, это приговор так называемой классической системе западного, увы, и нашего образования, которая по этому косвенному признанию выпускает никому теперь уже ненужный брак. Отштампованные обладатели дипломов самого разного достоинства больше никому не нужны. Вот эта масса так называемого креативного класса, что-то цинично названо, да, перекладывателя бумажек, она не нужна. Это были декорации для того, чтобы поставить галочку в графе, необходимой для получения ничем не обеспеченных денег по IPO. Но вот есть сто сотрудников, потратили на них несколько миллионов, а несколько миллиардов вписали в себе в виртуальную стоимость. Поскольку прав-то, Дмитрий Владимирович, абсолютно, что рушится вся эта система. Я недаром говорю о том, что именно образовательный модуль мировой является маркером того, что сейчас происходит. Да, как говорил другой наш великий пророк Александр Сергеевич Грибоедов, есть любитель нанимать учителей полки числом поболее, ценой подешевле. Сейчас единственное достоинство в системе экономической, которая действительно уже не рассматривает деньги в качестве основной ценности, остается только одно. Это не универсальный менеджер, закавычиваю, а универсальный человек. Человек, обладающий универсальными способностями не просто адаптироваться к действующей системе, но и стать в ней субъектом. Недаром один из бронтозавров, осколков прежней классической мощной политики, Генри Киссинджер, человек, который создавал глобальные обстоятельства, такие как разрядка, скажем, сопряжение Китая и Соединенных Штатов, он в ужасе просто произнес слова приговора действующему политическому классу всех без исключения стран. Но переводя на наш язык, он сказал, посмотрите на этих идиотов. Недавнее заявление. На самом деле мы понимаем, что незнание закона не освобождает от ответственности, только для безответственных это ничего не значит, но эффект Даннинга-Крюгера, мои знают, что это такое, это фактически основная сейчас, пожалуй, движущая сила в формировании структур, систем власти. И, видимо, под действием этого закона, собственно, стратегии не простраиваются. В условиях, когда действительно обрушение экономики, политики, социальной картины мира сопровождается, или, может быть, начинается с обрушения системы образования, надо понимать значение той, поражаясь современным языком, площадки, где все мы с вами оказались. Немножко сложности еще. Фактически, общество должно традиционно делиться на достаточно широкий слой людей, которые адаптируются к обстоятельствам, людей, которые определяют, управляют обстоятельствами, и на высший слой людей, которые формируют обстоятельства. Нынешняя образовательная модель, а, поверьте, я знаю изнутри ее, и преподаю, я преподаю и в классических вузах, и на других площадках, я все это вижу. Да, имитация передачи знания, подмена продукта под названием универсальный человек, корочкой, которая стоит дешевле бумаги, на которую она напечатана, под названием диплом, привела к тому, что в нижнем слое людей, которые адаптируются к обстоятельствам, их не учат адаптироваться к обстоятельствам. Людей, которые должны управлять обстоятельствами, их не учат управлять обстоятельствами, А людей, которые формируют обстоятельства, их вообще нет. Так вот, я очень надеюсь, что факультет высшего управления, эта совместная работа, основанная еще на вашем доверии, наконец-то сформирует людей, которые смогут создавать обстоятельства. Спасибо. Евгений Юрьевич Варшавский. Постояние начинания этого сообщества конструирования и настроения общего будущего. Спасибо. Мне это особенно приятно, в том числе потому, что у меня теперь специальность прикладной футуролог, то есть как раз планирование нашел следового завтра. И я всем нам желаю, сконструирую для нас не просто приемлемое, а светлое будущее, которое будет привлекательно не только для нас, но и для тех, кто нас окружает. Надеюсь, что мы сможем это сделать. И факультеты высшего управления прокладывают дорогу именно в этом направлении. Спасибо вам, удачи вам и удачи нам всем. Спасибо. Спортики даются за вклад в развитие факультета, за программы, которые наши преподаватели делают, за то развитие нас самих, которое приносят нам наши преподаватели. Я вам скажу честно, что у меня была такая тайная цель, когда я это все начинал, заставить тех людей, которые преподают, прочитать лекции, которые я сам буду слушать. Вас тоже очень приятно. Александр Городович, Ваше слово. Я буду краток, друзья мои. Значит, что я вам хочу сказать? Ну, помимо тех важных вещей, о которых говорили наставники, первое, что я хочу сказать, слова огромной благодарности нашему руководительному факультете Дмитрию Владимировичу, Игору Абрамовичу, Дмитрию Константиновичу Козырну. Вот я смотрю на ваши лица, сегодня праздник, да, для меня 100 праздников с вами встречаться, потому что такого количества светлых людей в повседневной жизни как-то не очень сильно наблюдаешь. А тут, вот, я бы сказал бы, такое вот, прям, просто если это слово, стая, таких замечательных совершенно, открытых взглядов, чистой души, вот этого самого чувства правды в сердце человека, оно у вас у всех есть. И поэтому большой праздник. Но заслуга в том, что вы здесь, конечно, прежде всего, это вот наши руководители. Как нужно работать на входе в эту нашу систему, чтобы у нас... Если вы посмотрите по сторонам, да, здесь же нет плохих людей. Но их реально нет. Вот мы друг друга видим, может быть, мы с разных потоков, может быть, мы с разных там регионов. Но когда мы встречаемся, у всех улыбка на лице, и почему-то возникает какое-то огромное чувство доверия. Поэтому я хочу сказать спасибо вам огромное за ту территорию любви, которую вы создали. Территорию любви и гармонии. Некоторые не любят слово «любовь». Я его очень люблю. Хорошее слово, на самом деле. Да, клинный сыновой. И поэтому каждая встреча с вами – это праздник. Поверьте мне, и этому празднику, за этот праздник вы должны быть благодарны приветствовать вам, друзья мои. Спасибо большое. Я хочу добавить, что эти кортики – это еще и за ту любовь, которую вы, учителя, дарите нашим студентам. Потому что на самом деле это чувствуется, это принимается, это понимается, это высокого уровня, ну, создает и атмосферу доверия, и ответственности, наверное, слушателей перед вами. Вот. А вашу перед ними. Поэтому. Да, я хочу предоставить слово Михаилу Леонидовичу Ходину, создателю клуба «Улица правды», потому что факультет – это такое маленькое, а вот клуб «Улица правды» – это то, что работает на миллионы. Спасибо. Ну, собственно, мы живем в удивительное время. Ничего подобного не было уже очень давно, потому что даже в 91-м году или в 1917-м году были на земле места, где можно было не заметить происходящих изменений. То есть там в 1917-м году была Латинская Америка, ну, в Китае было заметно, была Австралия, были там Соединенные Штаты Америки, в которых, ну, просто была Африка, в которых мы просто не замечали, что происходит. Аналогичная история была в 1991-м году. Сегодня радикально меняется жизнь всего человечества, вообще всего. Нет в мире ни одной тучки, которая бы не затронула вот эти вот изменения, которые уже происходят. И нужно понимать еще одну вещь, которая уже сегодня говорилась, но которую многие пока не понимают, что эти изменения носят не субъективный, а абсолютно объективный характер. Кто бы ни был в главе стран, всех, это ничуть не изменит вот те процессы, которые происходят. По этой причине всем нам предоставилась возможность, знаете, кто читал «Принцы нищие», там есть замечательная сцена, когда Марк Твен обсуждает, что в среднем на одного человека в его жизни приходится одна коронация. Поэтому если ты пропустил, то больше ты такого не увидишь. Вот здесь штука такая, если кто пропустит, то не увидит ни он, ни его дети, ни его внуки, ни его еще непонятно сколько. Поэтому, собственно, вот факультет, ну и там все остальные структуры, которые нами созданы, которые нами сделаны, это как раз инструмент приобщения к этим процессам. Я всем желаю, чтобы это приобщение прошло для вас максимально удачно, я бы даже сказал, максимально весело. Ну, помимо всего прочего, кто предупрежден, тот вооружен. По этой причине шансов у тех, кто там получил соответствующее образование, на то, чтобы все прошло максимально успешно, у них сильно выше, чем у среднестатистического представителя разных стран мира. Так что я вас всех поздравляю. Спасибо. Мы приглашаем выпускников восьмого потока ваше время сюда. Прошу вас всех выйти для вручения дипломов об окончании базового уровня факультета высшего управления по программе «Глобальная политика и управление будущим». Павел Игоревич Бурличек Добрый. Тут все говорят про правду что-то. А что такое правда? Это вода. Вода течет везде. Вода затекает под камни или не затекает, в зависимости от типа. и вода придает форму, приобретает форму. То есть правда у каждого своя просто. Значит, формы разные. Но вот истина одна, и она недостижима. К ней надо все время стремиться. Здесь фактически мы определяемся. Приобретаем определение, возможность. я, естественно, говорю за себя. Но предполагаю, что кого-то это тоже либо касается, либо задевает, либо полностью соответствует. Благодарю тех, кто позволил приобрести, начать приобретать форму, чтобы вода затекала в нужном, приобретала нужное положение и объем. И здесь я хочу не сильно задерживать, сообщить такую маленькую приятную новость для наших преподавателей и Дмитрия Владимировича, Ирия Абрамовича. Мы вместе с учениками или студентами решили, что нам необходимо сделать какую-то дипломную работу. и это дипломная работа непосредственно, она, как нас учили, достаточно публичная, чтобы показать ее на публику. Мы записали серию интервью друг с другом по результатам обучения нашего на факультете высшего управления и развития, которые, собственно, продемонстрируют, надеюсь, будут оценены, покажут, кем мы становимся, как люди меняются, как люди мотивируют это. Поэтому благодарю вас за предоставленную возможность это сделать и, собственно, с удовольствием отправляю ссылочку Дмитрию Владимировичу на все наши ролики. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо всем, кто будет участвовать. Ильдар Тагирович Зульк Корниев. Всем доброго дня. Хочу выразить огромную благодарность нашим наставникам. Хочу сказать спасибо за их трепетный труд, за их практику, которую они нам отдали за то, чтобы мы построили царство истины, царство правды. И хотел бы сказать своим однокрупникам и будущим выпускникам факультета высшего управления царство истинной силой берется и употребляющие усилия восхищают его. Спасибо. Наши выпускники получают диплом, значок факультета, и флешку, на которой находится библиотека из 8000 произведений. В свое время эту библиотеку собрал для факультета Владимир Викторович Брусаков. Его с нами нет, но он с нами. И для вас, и для нас всегда, и все наши выпускники будут получать в дар от него, от владельца самой крупной библиотеки в России, электронных книг. Вот это подборку книг, которые, я надеюсь, вам будет полезна в вашей деятельности, в вашей жизни и в вашей судьбе. Вот. Просто, чтобы было понятно, что вы получаете. Максим Викторович описал ситуацию, при которой мать Христа пришла к нему, когда он проповедовал. И когда окружающие сказали, пришла твоя мать, она хочет с тобой говорить. На что он ответил? Мать моя и братья мои это те, кто вокруг меня, кто поддерживают. Он выразил понимание, что та идея, которая общая, она выше, возможно, и семейных ценностей, и выше семьи, потому что идея может пронести в веках. И то окружение, которое было вокруг него, он показал, что оно либо равно, либо выше семейного. Я уверен, что те идеи, которые будут созданы в ФВУ, они будут как камень. Их не сотрет ни вода, ни воздух, ни время. Ирина Валерьевна Аналий. Уважаемые коллеги, друзья, единомышленники, спасибо вам всем большое за то, что вы не только излучаете свет, но вы будете еще свет в нас. Искреннее спасибо. 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 Дмитрий Александрович Сердычный. Я хочу искренне поблагодарить преподавателей за тот курс, который создали, потому что сам долго нахожусь в поисках истины, где-то много чего изучал, и пройдя этот курс, я стал на новую ступеньку, но все равно понимаю, что здесь пусть впереди, и я благодарен за то, что вы даете новые знания, даете подняться, даете понять суть жизни и будущие стремления, куда нам идти. Большое спасибо вам. Анатолий Сергеевич Спасибо вам большое за ваш нелегкий огромный труд, спасибо вам за вашу возможность получить эти бесценные знания и получать их дальше. Я надеюсь, что и второй, и третий курс, и дальше мы будем вместе. Спасибо большое. У нас уже не первая семья, не первые семьи, когда учатся папа и дети. Николай Федорович Агарков и Леонид Николаевич Агарков. Я хочу поблагодарить преподавателей. В общем-то, был очень приятно удивлен очень высоким уровнем преподавания. Хочу сказать, что в наше время, когда сейчас кризис, кризис, поворот, поворот, время больших возможностей, что это зерно, которое посажено, оно уже, скажем так, проросло и даст, уверен, что даст большие плоды. Верю в это очень. И хочу пожелать всем больших побед. Хочу тоже поблагодарить всех преподавателей за полученные знания. Большое спасибо. Андрей Валерьевич Тубалин. Добрый день. Хочу поблагодарить всех преподавателей за то, что те знания, которые нам были даны. Также я хочу обратиться ко всем студентам, сказать, что мы получили знания, но это лишь один маленький шаг. Дальше нам нужно эти знания применить и сделать то будущее, которое мы хотим. Ими еще уши да услышат. Иван Олегович Педяй. Добрый день. Я скажу, как это повлияло лично на меня. Мое мировоззрение обросло мускулами и для меня это очень важно. Спасибо вам огромное. Андрей Николаевич Акинин. Всем добрый день, с кем я еще не поздравился сегодня. Я так немножко как бы это сказать жудничал, я быстренько прослушал видеокурс. Но скажу честно, очень не хватило общения с преподавателями, очень хотелось позадавать вопросы. Я надеюсь, мне удастся это сделать во время второго этапа. Спасибо. Евгений Александрович Индзенов. Ну, что можно здесь сказать? Как Михаил Юрьевич упомянул в произведении «Один на дороге», в свое время мы все были одни на дороге, хотя по этой дороге шла толпа людей, но мы не могли видеть друг дружку, то есть не было тех людей, кому можно было подставить свое плечо, опереться на их плечо. мы нашли этих людей. В моем случае вас я искал 25 лет. Все преподаватели, ну, нет слов, как это можно выразить, особенно благодарность, я думаю, от всех нас отдельно выделили Карина Александровна, нашу любимицу. мы нашли друг друга, я думаю, дальше наши пути будут пересекаться не раз. Спасибо. Василий Владимирович Вереникин. Добрый день всем. Хочется сказать слова благодарности факультету, улице, правдой. Скажу, что я сам из Риги, и благодаря факультету и улице я начал понимать, что есть иная точка зрения, что то, что говорится на другой стороне, не есть правда, что очень многое зазеркали и скажено до такой степени, что невозможно отличить и благодаря факультету и улице эта возможность у меня появилась. Спасибо. Илья Николаевич Чернышев. Всем добрый день. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность преподавателям, организаторам. Я как раз искал эту точку опоры, которая дала мне сил двигаться дальше. Спасибо вам за эту возможность. Я это очень ценю. И надеюсь, мы будем дальше плотворно учиться работать. Меня смерть лучшему. Спасибо. Тимофей Юрьевич Евстигнеев. Всем здравия желаю. Мое почтение. Идя дорогу жизни с самой юности, я искал правду, искал истину. Поиски этой правды, этой истины заводили в разные ситуации, в разные обстоятельства. Одним из обстоятельств был был даже такой момент, когда встретил в метро Михаила Леонидовича, набрался храбрости, подошел, пожал ему руку, поблагодарил за его правое дело. Он не убежал. Это было для меня великим счастьем. Последнее за последнее время информации стало просто настолько много, и ее живая составляющая творила с моим сознанием что-то невероятное. Я решил уехать на родину, на Урал, побыть в покое, подумать, как же жить и что делать дальше. И тогда ко мне пришли две вещи. Обращаясь к Всевышнему, я попросил просто найти какую-то дорогу, путь. Здесь я прочитал короткое стихотворение, которое немного направило. Оно звучит так. Как это странно, смотреть и видеть. Не то, что видишь, а то, что есть. В улыбке сфинкса, в любви обитель, в порыве ветра благую весть. Как происходит преображение, я не отвечу. Кто я такой? Когда в покое поймешь движение, тогда в движении найдешь покой. И в тот момент попадается мне на глаза информация о создании факультета высшего управления. Я понял, что это мое движение, которое я нашел в своем покое. Приношу свои огромные слова благодарности всем вам, преподавателям, друзья, соратникам, ученикам. Спасибо вам большое. Будем двигаться дальше. Борислав Андреевич Григорьев. Друзья, товарищи соратники, ну, прежде всего, хотел бы поблагодарить вас за возможность, благодарю, за возможность присутствовать здесь и за возможность обучаться на факультете. Хочу сказать, что я занимаюсь образованием, у нас есть образовательный центр, и одним из принципов, которые мы исповедуем, мы не даем знания, мы даем среду. И в среде устойчивого развития происходит трансформация, а знание – это следствие. И если мы работаем с подростками, то та же самая система, только работающая, которая работает с людьми уже, казалось бы, сформировавшими точки зрения, которые уже являются сами по себе людьми закостенелыми, ну, в таком смысле, так скажу, да, и работа фундаментально проходит, конечно, безусловно. Хотел бы огромную благодарность сказать за ту среду, которую вы нам дали, за тот коллектив большой, который есть, он не ограничивается нашим выпуском, он не ограничивается теми, кто здесь сейчас находится, нас гораздо больше. И наша задача нести это в свет, наша задача применять те знания, тот потенциал, который вы нам даете, который вы нам показываете. А мы в свою очередь, знаете, как в той поговорке, кто держит руку на колыбели, тот управляет миром. Так вот, дело в том, что, получая знания сейчас, мы инвестируем в то, кто будет у руля нашего проекта, большого, глобального в будущем. И за эту возможность я хочу сказать огромное спасибо всем. Александр Алексеевич Устинов. Добрый день. Очень приятно здесь стоять, волнительно. Мы живем в такое время удивительно. И спасибо вам за эту возможность обучаться, присутствовать, узнавать новое и идти вперед. Благодарю. Дмитрий Дмитриевич Смирнов. Я хочу сказать спасибо всем преподавателям за то, что вы формируете мировоззрение в столе, в быстро изменяющемся мире. Спасибо, что поддерживаете, даете информацию и даете нам простор и возможность двигаться вперед и вверх. Хочу также обратиться к своим сокурсникам, товарищам. Придя на факультет, я действительно нашел настоящих людей, которые готовы двигаться вперед и вверх к новым победам и свершениям. Спасибо. Радик Емилович Учерпаев. Я бы хотел сказать, что моя дорога к факультету высшего управления было закономерным итогом стараний, воспитания моих преподавателей. Хотел бы здесь в первую очередь поблагодарить директора школы моей средней в городе Оренбурге. Хана Владимир Даниловича, учителя классного руководителя по русскому языку, Сомова Ольга Андреевна, преподавателя профессора экономической теории Ширяевой Нины Михайловны, которая познакомила меня с трудами Глазева и Хазина Михаила Леонидовича. И здесь мое появление на факультете высшего управления, я считаю, это закономерным итогом. Очень рад, что здесь оказался, благодарен всем преподавателям без исключения, уверен, что нас ждут еще великие свершения, и что все победы у нас еще впереди. Спасибо вам всем большое. Аурелия, я вам вручу сейчас Корсад Аурелия, диплом с меня, не знаю, почему так произошло, но подарок и насчет вам. Здесь уже сегодня говорили о чудесных совпадениях, вот всю предыдущую жизнь, можно сказать, было такое ощущение, что что-то не то, то ли я куда-то не туда, не на ту планету приземлилась, то ли не в то время. Полтора года назад, не знаю, почему, поставила себе на заставку на компьютер изображение волны. Не знала ни про факультет, ни про что, ни про уважаемых присутствующих здесь преподавателей, доставников, и вот как-то так чудесно получилось, что в марте пришла информация об этом факультете, и именно эта картинка, именно вот эта волна оказалась символом факультета. Ну, понятно, что было решение принято однозначно и мгновенно, что именно сюда нужно идти. Каждую лекцию просто воспринимала взахлеб, пыталась скорее-скорее выполнить задание, чтобы открылось следующее, просто невероятное ощущение, и главное, поняла, что я не одна. Ушло вот это ощущение одиночества, о котором сегодня говорил Михаил Юрьевич, и какое-то приобщение к, вероятно, высшему коллективному субъекту, о котором мы сегодня с утра уже разговаривали с Евгением Юрьевичем. спасибо большое всем и преподавателям, и организаторам, и слушателям. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. хочу вручить значок и подарок от Владимира Викторовича Просакова, Рожирову, Игорю, Виталию Ильичу, выпускнику, да, курса в дистанционном формате, диплом у нас. Ну вот получается у меня такое, может быть, завершающее слово, поэтому еще раз огромный поклон организаторам, огромный поклон преподавателям, и вот некая такая профессиональная деформация, я врач, все метафоры, они такие медицинские, а как определяется чувствительность к антибиотикам? Круглая такая вот пробирка, чашка Петри, там растет, не пойми что, разного цвета, не будет ночи помянут ЛГБТ, вся радуга, все цвета радуги, и кладутся в разных частях маленькие такие полосочки, которые пропитаны тем или иным лекарством. Сначала их мало, они где-то в разных краях, но потихоньку от этой каждой полосочки своего рода ну как пятно света, все, вот эта вот вся плесень уходит, она исчезает. И при достижении определенной критической массы с каждым и каждым выпуском, с каждым и каждым потоком, процесс уже остановить нельзя. Вся чашка полностью освобождается. Чашка круглая, наша земля круглая, ну и наверное хочется сказать словами одного из лидеров красного глобального проекта, наше дело правое, мы победим. Коллеги, ну у нас еще есть один очень маленький, но важный подарок. человек, который был с нами все занятия, который наставлял нас на перерывах и качественно обеспечивал эфир. Лекция управления массами одна из важнейших для понимания связки человек-толпа. Спасибо вам, Дмитрий Константинович, за всегда хорошее настроение, которое помогает включаться в учебу во время и после занятий. Спасибо. Спасибо большое, друзья. Я очень тронут, мне приятно действительно до слез. И вот Аурелья сказала, когда она ждала, когда же откроется следующий урок. А он откроется только тогда, когда открою его я. Почувствовал себя немножко добрым волшебником. Спасибо еще раз, друзья. Я трону. Спасибо. Следующим хочется отметить человека, который провел нас в древнейших государств Ближнего Востока. до современной России. С ним мы стояли у истоков всех диалогий и цивилизаций. С ним мы основывали великие империи и государства, приводили их к упадку и разрушали. Мы гуляли по берегам Тигра, Эфрата и Нила, взбирались на Олимп, к пантеону древнегреческих богов. Мы выбирали царей на площади Апеллы и закладывали основы демократии в Афинах. Мы стояли у истоков патриотизма Древнего Рима, захватили полмира и разрушили Карфаген. Мы сопровождали караваны вдоль Аравийского полуострова, а после мы стяжали дух реконтистов и отвоевывали Испанию. Мы интриговали по всей Западной Европе, устраивали войны и государственные перевороты. Наконец, с ним мы отправили в Москву императорские регалии, преемственность и Софию Палеологов. Человек, чей прогноз о переходе России в эпоху малого процветания с удивительной точностью совпал с текущими событиями. Свой цикл лекций он закончил словами «Правда на нашей стране и победа будет за нами». Дамы и господа, лучший автор всех временных народов Александр Горуныч Ачлей и Ибрагимов! Я на самом деле смотрелся. Меня никто не рисовал. Спасибо большое. Нет слов, я потом все выскажу. Надо выпить, успокоить первую. Спасибо огромное. А сейчас я хочу пригласить на сцену человека, которого смело можно назвать достойный сын Отечества. Человек, который одним своим словом способен повлиять на общественно-политические решения как внутри нашей страны, так и за ее пределами. И в совершенстве владея этим инструментом, действует он сугубо в интересах Родины и Веры. Это активный гражданин, политический деятель, журналист и театрал. Один из авторов клуба улицы Правды и нами всеми любимый декан факультета высшего управления Дмитрий Владимирович Роде. Но я еще не закончил. Ни для кого не секрет, что Дмитрий Владимирович регулярно призывает нас читать Священное Писание. И мы читаем его. И я хотел бы сейчас зачитать несколько строк. И когда он сеял, иное упало возле дороги, и прилетели птицы, и поклевали то. Иное упало в земли каменистые, где земли было немного, и быстро взошло. А когда взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное же упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное же упало на землю благодатную и принесло плод. Одно во сто крат, другое же в шестьдесят, иное в тридцать. Я бы хотел пожелать Дмитрию Владимировичу Раде, чтобы те семена, которые он посеял на факультете высшего управления, принесли плод во сто крат. Чтобы все те знания, которыми вы, наши преподаватели, поделились с нами, они принесли пользу нашей Родине, и чтобы в нашем полку ежедневно было прибавление. Спасибо вам всем. Спасибо. Я вас верю. Сейчас я хочу выразить слова признательности и благодарности совершенно потрясающему нашему преподавателю, человеку, который открыл нам бесконечный путь хитрости, человеку, который получил мандат неба для того, чтобы передать нам свое искусство. Не знание, а искусство. А разведка это высокое искусство, когда, выражаясь словами Алина Далеса, нужно перелопатить тонны руды, чтобы найти крупицу золота. Это искусство очень тяжело передать. Это практически невыполнимая задача, но Андрей Петрович Девятов ее решил. Он изобрел свой зопов язык. Он делился с нами совершенно нестандартными потрясающими идеями, парадоксальными взглядами. Его лекции всегда наполнены потрясающей глубиной, и он умеет сказать так, чтобы по форме внешней ничего не сказать. Но в этой фразе будет изложено все и даже намного больше. Там будет и глубина истины, там будет и широта культурного контекста, и там будет место для воображения. Большое спасибо Андрею Петровичу Девятову. К сожалению, его сегодня с нами нет, но я надеюсь, что его коллеги передадут. Дорогие товарищи, сейчас я хочу пригласить одного из самых любимых преподавателей факультета высшего управления и хочу для того, чтобы вы поняли, кто это и угадали, зачитать следующие эпитеты. Догадайтесь, кому они подходят. Это изысканность, утонченность, красота, эрудиция, сила, стать, грациозность, вечная молодость. Вы, конечно, поняли, это Корине Александровна Геваргян. Добавить хотел еще и то, что наличие женщины в мужском коллективе всегда придает этому коллективу сильной его половине самых хороших и благородных качеств. наличие женщины в мужском коллективе всегда дисциплинирует и воспитывает мужчин. От себя лично я бы хотел сказать, что мое конечное решение в том, чтобы учиться на факультете высшего управления я принял благодаря вам. Познакомился с вашими трудами и понял, что здесь все точно и очень хорошо. Спасибо, Радик. А меня греет платок, который связала мама, Радик. Спасибо вам большое. Сейчас я скажу слова искренней благодарности человеку, который умеет заинтриговать, который умеет так преподнести знания, чтобы каждый почувствовал вот это волнительное чувство открытия внутри себя человеку, чьи лекции бесконечно интересны. Ну, как говорится, если хочешь спрятать камень, спрячь его среди камней на морском берегу. А если хочешь найти этот камень, что делать, чтобы его найти? И этот преподаватель дает нам те принципы, которые освобождают нас от знания многих фактов. Это Роман Владимирович Газенко. Мы заинтригованы его лекциями. Большое вам спасибо. И мы с большим нетерпением ждем следующего курса для того, чтобы в полной мере насладиться его лекцией. Спасибо большое. У нас с этим преподавателем было всего пару лекций, но именно с ним мы прикоснулись к международному праву. Прошли от морского права к британскому и от британского к гуманитарному. Наши идеи и вопросы он был выслушивать, готов и отвечать на них до конца, даже когда нас уже выдворили аудитория. Он поставил перед нами такие вопросы важные. Субъективность легитимность, какой смысл в этих словах и что в действительности они означают. Как мы пришли к тому, что в современной демократии можно сказать всем владеть и ни за что не отвечать, к тому, что решения принимаются одними людьми скрыто, а легализуются другими публично. Ну и конечно главный вопрос. Быдло мы ушастые или право имеем. Год советник первого ранга Варшавский Евгений Юрьевич. Моя очередь загадывать шарады. Следующий человек человек загадка. Человек тайна. Его нет ни в одной из социальных сетей. Его фотографии невозможно найти в интернете. Более того, мы даже не знаем его настоящего имени. Невзирая на такую скрытость, ему удалось завоевать доверие в нашей группы. Его лекции про страхи заставили многих и меня лично покопаться в детстве. А истории про ценности, цели, средства и вопрос «Кто я?» заставили многих задуматься и, возможно, что-то поменять в своей жизни. Несмотря на очевидные трудности в приготовлении подарка, мы справились. САД МЭС! Все мы узнали о факультете по-разному. Кто-то увидел ролики в интернете, кто-то узнал от знакомых. И, знаете, вот когда смотришь как бы в интернете, это одно, но первое впечатление, оно всегда важно. И пусть даже при первом непосредственном контакте с человеком из факультета у вас происходит решение организационных вопросов, но все же это очень важно. Организация за много отвечает, и поэтому уже даже можно понять о людях, которые здесь есть. все мы задумывались перед тем, как пойти, а куда же мы идем, господи, еще какое-нибудь тайное общество завербуют. Но после первых слов, первых вопросов, терпевых ответов на них, мы поняли, что мы пришли сюда не зря, а человек, который отвечал на эти вопросы первый, первый знакомый с факультета, это Игорь Абрамович Бенихис. АПЛОДИСМЕНТОВ Цель наша ясна, путь извилист. Мы благодарны за гостеприимство хранителю усадьбы Михаилу Юрьевичу Лермонтову, за продолжение духа, традиции, потому что мы знаем историю усадьбы. Это место силы. Пусть этот вечер придаст нам заряд на века. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.